Этот перекресток в Куйбышевском районе Самары, пересечение улицы Калининградской и 40 лет пионерии, за последний месяц превратился в огневой рубеж. Люди вот этого дома боятся выходить на улицу, парковать свои машины и в последнее время даже опасаются за жизнь своих детей. На счету неизвестного стрелка шесть изуродованных автомобилей, повреждения окон в нескольких квартирах и даже покушение на жизнь женщины. Люди уверенно стреляют из дома напротив. Это подтверждает и траектория выстрелов. Светлана Сафина на работу теперь ходит пешком. Автомобиль с разбитым боковым стеклом дожидается ремонта на охраняемой парковке. Сработала сигнализация на моем автомобиле. Когда я вышла, на следующий день 11 числа обнаружила поврежденное переднее левое стекло и лакокрасочный сбой на машине. Было заявлено в милицию. Через несколько дней мне выдали отказ в возбуждении уголовного дела. Вадим от действий злоумышленника пострадал вдвойне. Сначала ему разбили автомобильное стекло, шесть пуль всадили в боковые дверцы, а спустя несколько дней обстреляли окна квартиры. У меня, например, ущерб автомобиля составляет 58 тысяч. Справку я предоставил, а они взяли в дело 7 тысяч рублей только стоимость стекла. То есть ни лакокрасочное покрытие, ни работы туда не были взяты. И сумма маленькая получается. Никакого уголовного дела, ничего не будет там производства идти никакого. Сквозь пулевые отверстия в окна смотрит на мир теперь и Любовь Янаева. Поздно вечером она услышала какие-то странные звуки, а когда рассвело, обнаружила в окнах шесть следов от пуль. Что нам ждать? Может быть, от нас вообще пристрелят здесь? Я не знаю, что ждать. Вначале стреляли в машины, теперь в квартиры. Дальше что, в людей или как? Как нам жить? Я вообще не пойму. А дальше действительно в людей. Ирина Журавлева теперь возвращается из сада с ребенком новым маршрутом. Так дальше зато безопаснее. Чувствую. Сначала одна пуль пролетела. Но я думаю, может кто, мальчишки балуются с этими пульками. Потом вторая по куртке и по спине пролетела. И третья прямо вот передо мной. То есть я прямо ее настолько реально ощутила. Думаю, еще бы секунды и точно попала бы в меня. Прям вот аж дрожь. Заявления жителей в полиции принимают, а через несколько дней неизменно отвечают отказом в возбуждении уголовных дел. Официальная версия – несущественный материальный ущерб. Однако эксперты усматривают состав преступления, предусмотренного статьей хулиганства. Виновнику может грозить до семи лет лишения свободы. Причины, конечно, есть для возбуждения, поскольку в данном случае причиняется вред не только материальный, но еще и моральный. Это тоже никуда. А второе здесь фактически идет к тому, что если человек будет стрелять безнаказанно, постоянно, в итоге может попасть кому-то либо в власть, либо в висок, и кончится все это убийством обыкновенного. Жители написали заявление в прокуратуру. Наша телекомпания также отправила официальный запрос в полицию. Как только нам удастся получить комментарий, мы вернемся к этой теме. Виктория Шарая, Константин Головин, Артем Сулайманов. События.